Добрый вечер, в эфире канала Телемикс. Программа накипела, телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. В Уссурийске стартовал отопительный сезон. Везде ли вода пошла по батареям? Готовы ли котельные к зиме и на другие вопросы? Ответит главный инженер тепловых сетей Евгений Шемчук. Здравствуйте, Евгений Викторович. Я знаю, что у вас сейчас очень жаркое время. Я могу себе это представить, потому что буквально два дня назад у нас должен был начаться отопительный сезон. Начался ли? Везде ли? Как обстановка в городе? Ну, уже, как вы правильно заметили, два дня назад стартовал отопительный сезон. Собственно, котельные были запущены все. Тепло подается фактически по всем объектам. Сейчас, собственно, мы прогреваем все свои тепловые сети. Собственно, подаем в дома тепло. И я так предполагаю, что уже большинство жителей на себе это почувствовали. Я напоминаю нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Это означает, что вы можете позвонить к нам в студию. Телефон студии 33-72-74. Еще раз. 33-72-74. Если у вас есть вопросы главному инженеру тепловых сетей, ну или касательно вообще деятельности компании, не компании, а нашего муниципального предприятия, тепловые сети, пожалуйста, звоните. Если кому-то не поступило до сих пор тепло, в чем может быть причина, куда людям жаловаться или просто нужно подождать? Ну, я так думаю, что жаловаться не особенно хорошо. Но, во всяком случае, дать знать, что есть какая-то проблема, я думаю, что нужно. Это можно сделать как свою управляющую компанию, так и диспетчеру нашего предприятия. Собственно, в большинстве случаев проблема именно во внутренних сетях. То есть, где-то люди просто-напросто не стравили воздух, не дошли с лесаря, не открыли какой-то вентиль и так далее. То есть, это основная проблема, которая может сейчас существовать. Но тепловые сети раздали всем или какие-то микрорайоны у нас еще не готовы? Нет, мы подали тепло по всем своим объектам. То есть, у нас 50 котельных, мы их все запустили, 15 ЦТП, также это самое, передают тепло. Собственно, только по отдельным заявкам мы сейчас вот работаем, проверяем данные заявки, проверяем, допустим, какие-то моменты, в том числе и по звонкам жителей. Вот когда люди звонят, вы выезжаете и спрашиваете, а управляющие компании вообще в этом году, они хорошо подготовились? Они же должны были и заняться системой отопительной, промыть ее, прочистить, вовремя подготовить все свои дома. Можете ли вы вообще заметить какую-то такую тенденцию, что управляющие компании стали лучше и лучше работать? Или наоборот, халатно относятся? Ну, халатно, я бы так не сказал, все-таки управляющая компания работает в большей степени неплохо. Подготовлены весь жилой фонд, может быть, за малым исключением, где-то еще какие-то огрехи остаются, где проводятся локальные ремонты, непосредственно там на отдельных стояках, может быть, там где-то в отдельных местах. В основном жилой фонд подготовлен. Наша тепловая инспекция проезжала по домам, принимала промывку, опрессовку. То есть без инспекции невозможно было правильно обойтись? Нет, конечно. Проверили тепловые сети все дома. А много ли у нас вообще еще районов в городе, где не муниципалитет занимается отоплением и, возможно, именно там проблемы сейчас? Какие-то ведомственные котельные? Наряду с нашим предприятием есть же еще локомотиворемонтный завод, есть еще ведомственные военные котельные, какие-то еще другие объекты. Но за них я сказать особенно не могу, но в большей степени все-таки, наверное, 80% жилого фонда отапливает наше предприятие и котельные железнодорожные. То есть обслуживание тепловых сетей также лежит на нас. У нас первый звонок в студию. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Слушаем вас. Вот у меня такой вопрос. Какое давление должно быть в трубах отопления в домах? Я, насколько знаю, не больше 4,5. В нашем доме же домком включает больше 7,5. Можете представить? Дом пятиэтажный, 8 подъездов. Вы наверняка знаете. Спасибо большое за вопрос. Такой инженерный и, наверное, близкий к вам. Потому что расхождение, то, как считают люди, и то, как подает дом, на дом управляющая компания всегда причина споров. Потому что управляющая компания ссылается чаще всего на тепловые сети, тепловые сети на управляющую компанию. Как должно быть? Расскажите. Ну, собственно, если объяснять ситуацию, получается таким образом, что давление должно быть выше верхнего этажа, да, обеспечивать перепад. То есть, 3,5 килограмма не обязательно. Может быть, как выше, так и ниже. В зависимости от этажности дома и необходимого перепада. Что касается управляющей компании, которая дает там 7,5 килограмм, но, значит, обратитесь к нам в диспетчерскую, запишут вашу заявку, мы проверим, насколько необходимо такое там давление. А в каких случаях такое вообще может быть необходимо? Ну, есть же еще высотные дома. Там необходимо давать давление выше. Ну, в данном случае необходимости такой нет, да? А по температуре? Вот тоже часто спрашивают телезрители, пишут жалобы к нам, звонят, что вот температура недостаточная или наоборот сверхдостаточная. Знаете, вот это межсезонье, когда жалобы обывателей выглядят одинаково. Зачем так жарко мы топим улицу или почему так холодно, давайте нам погорячее. Как это регламентируется законом и как вот в этой ситуации вам удается лавировать? Ну, в общем-то, в большинстве случаев мы работаем по температурному графику. К уличному, да? Да, действительно. Есть график, который регламентирует подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. Вот. Мы его придерживаемся, однако есть некоторые исключения. Те дома и те объекты, которые находятся, так сказать, на трубопроводах, которые обеспечивают горячую воду, там может быть повышенный график. И здесь регулировка температуры непосредственно по квартирам, по стоякам должна осуществлять управляющая компания. То есть есть современное оборудование, позволяющее это делать, собственно, непосредственно в подвале дома. Для этого дом должен установить это оборудование для себя? Да, конечно. Это что-то новаторское? Оно помогает экономить, нет? Ну, в том числе, в принципе, любой прибор учета дает, в первую очередь, возможность контроля и управления. То есть как люди будут управлять, в зависимости от их предпочтений, желаний, столько и будут платить, по сути. Ну, вообще, все это возможно, правильно? И еще один звонок, тот же самый телезритель хочет задать уточняющий вопрос. Слушаем вас. Я дополнительно хочу уточнить вот этот вопрос. Я сейчас вам задавал этот вопрос. Управляющая компания говорит, нам так советуют, чтобы такое давление было. Пятая котельная. У нас пять этажей, восемь подъездов. Если, насколько знаю, если давление будет больше четырех с половиной, пяти, из-за этого перетопы бывают, жарко. А если в домах на лежаках будет четыре с половиной, по-моему, не будет перетопов. У вас сейчас очень жарко? Нет, ну сейчас я, например, у меня перекрыта батарея. Спасибо большое за уточнение. Ну, я хочу сказать, что мы не рекомендуем каких-либо, это самое, придерживаться данных. Вот именно семь с половиной килограмм там или восемь килограмм. Нет. Я же уже пояснил, что есть необходимое достаточное давление. Вот и все. Ну, вообще, человек может это самостоятельно как-то измерить и не рекомендовать? Нет, ну, если есть у вас на отопительных приборах манометры, вы можете это увидеть, конечно. Но в основном это оборудование стоит, конечно же, в подвале, и там происходит регулировка. Вот сейчас, как сегодня, день был, ну, очень жаркий. Вообще батареи холодные в такой будет день, и начнет подогреваться вода только к вечеру или нет? Или это будет какая-то среднесуточная теплая такая температура? Ну, в основном мы все-таки стараемся держать какую-то среднюю температуру. Вот, потому что, ну, это будет комфортнее и в ночной период, и в дневной период. То есть не будет, допустим, каких-то там скачков, перепадов. Вот, но сейчас, на данный момент, мы все-таки стараемся давать немножко повыше температуру, для того, чтобы все дома прогрелись, чтобы мы посмотрели... Это необходимо, да, чтобы все прогрелись? Да, как гидравлика проходит, как температурный режим соблюдается, нет ли каких-то скрытых, как говорится, негативных моментов. Вот, то есть сейчас в течение трех-пяти дней мы занимаемся именно подачей тепла, ее регулировкой, смотрим. В дальнейшем перейдем, в общем-то, на тот график, о котором я уже говорил. Если прорвет, то лучше сейчас про это узнать, верно? А есть уже какие-то аварийные случаи? Были? Ну, есть по нескольким домам, вот я знаю, там где-то стояк вышел из строя, там вот необходимо было задвижку заменить. У нас на сегодняшний день тоже есть один порыв, то есть мы завтра будем его устранять. Но это, в принципе, в любом случае, трубы все не новые, и невозможно предугадать, где что произойдет. У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, это Сприханово, 87. Слушаем вас. Девятиэтажный дом у нас. В верхние этажи там говорят, что у них сильно жарко дома. На первых этажах у нас холодно. ТСЖ позвонила сегодня хотя бы, чтобы температуру подали, и по старику в зале тоже холодные батареи. Мне сказали, мы еще не включили бойлер, если включим бойлер, то вы будете вообще замерзать. Можете делать себе теплые полы на зиму. Температуру не добавляют. С прошлого года боремся с этим. Спасибо большое. Что делать в таких случаях людям? Ну, как минимум, направить заявку в наш адрес, а не правомощных действий у управляющей компании. А это не правомощные? Ну, я так думаю, что да, если тепла у людей нет, и такое дается объяснение, я направлю тепловую инспекцию для, собственно, выяснения проблемы и рекомендаций по ее решению. Звонить в диспетчерскую? Да, конечно. А номер телефона, может быть, мой? Телефон 3201-14. 3201-14. И на этот же номер можно звонить с любыми вопросами, правильно? Да, касаемо тепловой сети, вы можете позвонить, этот телефон диспетчера, который принимает звонки. Если он сам не сможет ответить, то это самое, примет заявку, возьмет контактные данные, и впоследствии наши специалисты ее отработают. Если у вас проблемы с отоплением, 3201-14. 3201-14. Это диспетчерская тепловых сетей. В общем, в целом, понятно с стартом, но давайте мы расскажем нашим телезрителям, что же было сделано за теплый сезон, какие огромные работы проведены, потому что мы анонсировали это много раз. Расскажите подробнее, пожалуйста. Ну, собственно, в этом году мы провели достаточно большую ремонтную программу. Было фактически потрачено более 100 миллионов рублей на приведение в порядок нашего хозяйства. Собственно, мы отремонтировали порядка 5 километров сетей. Мы отремонтировали капитально, восстановили и включили в работу 26 котлов. Ну, кроме этого, были проведены работы и по ремонту дымовых труб, и по текущему капитальному ремонту сопутствующего оборудования, тяга дутьевых машин, ну и так далее. Собственно, все котельное оборудование было подготовлено. Кроме этого, кроме всего прочего, нужно же еще и заботиться о собственных зданиях. Это кровли, это стены, собственно, восстановление тех или иных элементов зданий. Наряду с ремонтной программой мы реализуем сейчас и инвестиционную программу. Например, подробнее, пожалуйста. В инвест-программу у нас входит модернизация, изменение каких-то параметров наших котельных, нашего оборудования. В частности, если в прошлом году мы заменили 200 метров тепловой сети от пятой котельной, увеличивали диаметр, то в этом году мы еще проложили километр тепловой сети, ну, может быть, видели, не знаю, в районе Целинной. Вот. Сейчас там уложена новая труба, подготовлена изоляция. Собственно, эту работу на текущий период мы закончили. Всего по инвестиционной программе, по реконструкции этой сети нам необходимо будет проложить 4, ну, чуть больше 4 километров. Это каждый год по километру или наращивать будете объемы? Ну, это самое. Мы, конечно же, не всесильные, поэтому программа разрабатывается и реализуется в зависимости от наших возможностей. То есть, предполагая, что еще два года уйдет на то, что мы закончили эти работы. Если она инвестиционная, она предполагает вложение сейчас средств для извлечения последующей выгоды. В чем заключается эта выгода? Выгода заключается... Здесь даже можно не говорить о выгоде в чистом виде. Или это профилактика просто? Просто инвестпрограмма законодательством предусмотрена сейчас. Все вложения это в виде инвестиций. В дальнейшем, то есть, эти деньги вкладываются, и в дальнейшем уменьшается рост тарифов. Вот для чего. То есть, конечно же, это самое новое оборудование дает возможность не повышать тарифы бесконтрольно, либо с каким-то опережающими темпами. То есть, мы улучшаем оборудование, уменьшаем потери, что дает возможность нам работать эффективнее. А если работаем эффективнее, соответственно, потерь меньше, и департамент по тарифам это все проверяет, это все видит. Собственно, в этом смысл инвестиционной программы и вообще развития, как в нашей сфере, так и в другой. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. У меня еще один вопрос по теплощетчику. Пожалуйста. В нашем доме теплощетчик стоит. Показания снимать? Дистанционный ремейк. Посредник, собственно. А можно ли снимать в конце месяца или с 23 по 25 число? Просто домком и передавать напрямую в пятую котельную. Мы сэкономим деньги. Не будем платить этому посреднику. Зачем он нужен? Ну, правильно же. Он снимает показания, например, с общего счетчика по электроэнергии и передает сразу дальний сбыт. Так и можно же с теплового счетчика. Правильно же? Спасибо большое за ваше предложение. Насколько оно рационально и к вам ли этот вопрос, не в управляющую ли компанию? Ну, здесь собственники вольны решать самостоятельно, насколько необходима им обслуживающая компания. Как любое оборудование, тепловые счетчики достаточно сложны и требуют своего ухода. Насколько я знаю, те предприятия, которые занимаются передачей показаний, они также и занимаются обслуживанием этих счетчиков. Обслуживанием, содержанием. Сами жители. Ну, ничего невозможного здесь нет. Но вообще такие примеры есть, когда люди исключают посредника и работают напрямую с вашим предприятием? Ну, есть ССЖ самостоятельно таким образом действует, допустим. Но в любом случае на поверку нужно сдавать эти приборы. Собственно, я не вижу большой в этом выгоды. Поскольку есть специалисты, которые обучены и занимаются этими вопросами достаточно профессионально. Зачем идти и, возможно, сломать дорогостоящее оборудование? Ну, это мое мнение. Сами жители вольны решать самостоятельно. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию 33 72 74, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы. А вот большой был крупный ремонт в районе улицы Дзержинского. Это ваша работа, нет? Мы по Дзержинской работали в прошлом году. В этом году мы проводили работы по прокладке новой тепловой сети длиной чуть более 2 километров от Ленинградской до Дженикидзе. То есть вот этот участок теплосети, это новый участок. Таким образом мы проложили от 63-й буллерной до 29-й котельной. Тем самым переложив нагрузки 29-й котельной на 5-ю. В настоящий момент эта сеть уже запущена. Несмотря на то, что там, допустим, асфальт еще не положили и сеть до конца не закрыта кое-где, она уже работает, она уже подает тепло абонентам 29-й котельной. Эта котельная работала ранее на мазуте, мы ее сейчас закрываем. В данный момент проводятся у нас регулировочные работы. Скажите, вот такие объекты, где до сих пор не положен асфальт, они будут завершены в этом году или ждать следующего теплого сезона? Вы обратили, наверное, внимание, какое количество асфальта сейчас укладывается по дорогам нашего города и продолжает укладываться. В этом году огромное количество средств было выделено на восстановление дорог. Мы, как одно из наших подразделений, это дорожная служба, тоже занимается укладкой асфальта. Собственно, на данный момент очень достаточно тяжело нам это дается, в связи с тем, что фактически 40 дней были дожди и возможности укладывать асфальт не было. Мы сейчас вынуждены этот устранять, в общем-то... И наверстывать план, да? Вот именно. Успеваем? Собственно, я надеюсь, что погода нам еще позволит, поскольку мы работаем уже в течение месяца в круглосуточном режиме. То есть у нас люди работают как днем, так и ночью. То есть настроено предприятие таким образом, чтобы постараться максимально закрыть все перекопы и выполнить те контракты, которые были на нас возложены администрацией. Вот сейчас, когда тепловые сети занимаются одновременно и отоплением города, и ремонтом и содержанием дорог, исчезла ли вот эта проблема межведомственной несогласованности? Когда, знаете, дорожники кладут, а тепловым сетям нужно по свежему асфальту разрывать и заново что-то переделывать. Сейчас это как-то более логично? Вот эти все схемы работ согласовываются между вашими отделами? Нет уже вот такой глупости, которую люди наблюдали, честно говоря, каждый год? Ну, собственно, я хочу сказать, что, конечно же, мы стараемся находить какие-то взаимодействия и с администрацией, и с другими подрядчиками, которые занимаются. Потому что кроме укладки асфальта нашим предприятиям, есть же еще и программы по дворикам, по спортивным уголкам и так далее. Водоканал работает. В том числе и водоканал. Мы стараемся консолидировать свои усилия перед началом отопительного сезона, вернее, ремонтного сезона, свои потребности между собой. Обсуждаем, смотрим, где возможно, что сделать вперед, позже и так далее, чтобы не идти вот именно после вновь положенного асфальта идти и ложить тепловую сеть. Но все-таки мы стараемся таких вещей не допускать. Вы еще упомянули, что у нас все-таки ветхие сети, и вот в отношении замены просто старых труб на новые, не инвестиционная программа, не расширение, не модернизация, а вот просто хотя бы замена, план какой-то относительно вот этой деятельности есть, он тоже многолетний может быть. Нет ли такого предела, когда раскапываете, видите, что вот если бы сейчас не раскопали, уже бы, наверное, и само рвануло. В каком вообще состоянии у нас подземка? Ну, я бы назвал этот вопрос достаточно сложным, поскольку гидравлические испытания сети выдерживают, да, а это основной вид дефектовки сетей. Если гидравлика выдержана, то сеть нормальная. Но износ идет постоянно, то есть металл все-таки ржавеет постоянно. Поэтому мы предварительно проводим работы, да, диагностику, считаем, что вот эти вот участки необходимо заменить, готовим планы на следующий год, но порой нам необходимо вносить коррективы. Как вот и в этом году тоже было у нас вот пара участков, которые мы не внесли в ремонтную программу, но в течение лета выяснилось, при повторных гидравлических испытаниях, при обследованиях выяснилось, что именно эти сети необходимо заменить. Ну, в частности, вот по Ермакова, допустим, через Некрасова мы проводили участок тепловой сети, ремонтировали, который не было в программе. Но, тем не менее, ее необходимо было сделать, поскольку без этого отопления на дома мы бы не подали. Хочется еще затронуть вопрос, который неудобный, может быть, про газификацию. Мы уже три года ждем, четыре, наверное, готовятся у нас котельные, уже модернизированные, готовы принимать. Готовы ли действительно принимать газ? Что там говорят в кларах? Можно ли ожидать, потому что громкие заявления насчет, например, поселка Радужного уже поступали, что вот-вот им запустят природный газ? Что у нас с Уссурийском? Ждем ли мы в ближайший год, может, два? Ну, мы, собственно, ждем. На этом можно было и закончить, но немножко развернул свой ответ. Собственно, у нас было подготовлено пять котельных для приема газа. Все эти котельные прошли необходимую модернизацию, получили все необходимые разрешительные документы. И сейчас, собственно, дело только за газовиками. Мы готовы в любой момент получить газ и начать на нем работать. Как вы думаете, эффективнее будет у нас работа с газом? Очистится город от дыма или как это? Самая наша большая пятая, она тоже будет работать над газом? Нет, пятая котельная на данном этапе на газ не переходит. Но уже начинаются разрабатываться проекты по прокладке газопровода к пятой котельной, ну и, соответственно, модернизации перевода на газ. То есть в планах? В планах, конечно же, есть. Естественно, экология – это одна из важнейших проблем у нас сейчас. Поэтому мы стараемся придерживаться общей тенденции. Жить в чистом городе все же приятнее, согласитесь. Да, конечно. Спасибо большое за ответы на наши вопросы. Уже пролетело время неожиданно. Еще думала, полпрограммы у нас есть с вами. Спасибо большое, что пришли, потратили время в вашем сейчас сложном графике. Вам спасибо за вопросы, уважаемые телезрители. Мы с вами увидимся в следующий четверг в 20.00 на канале Телемикс. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok